В 40-е годы прошлого века в Оленёкскую неполную среднюю школу приехал молодой человек, окончивший с отличием исторический факультет Московского государственного университета. С этого момента началась арктическая одиссея будущего учёного-этнографа Ильи Самуиловича Гурвича. Он был прекрасным учёным, великолепным этнографом, и ещё он был писателем, потому что весь его научный кругозор формировался на севере. Он потом писал в своих воспоминаниях, что север определил мой характер, и всё, что создавалось Ильи Самуиловича, конечно, было удивительно ярким, удивительно фундаментальным в то же время. Было здорово то, что мы наконец-то упорядочили архив Ильи Самуиловича Гурвича. Его вдова передала этот архив и библиотеку в национальную нашу библиотеку. Часть архива хранится у нас в Институте гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Север. Это представитель русской этнографической школы, который свои все идеи оставил нам, будущим поколениям учёных. И я думаю, что наша задача, конечно, наша миссия сегодня – это всё, это не только сохранить, но и развивать. И самое главное, чтобы его труды стали достоянием уже не только научной общественности, но и для кого он и работал, для людей. Фильм расследования основан на ранее неопубликованных фотодокументах, зарисовках и дневниковых записях российского учёного с мировым именем. Доктор исторических наук Гурвич посвятил изучению истории и культуры народов Северо-Востока Сибири. Значительная часть жизни и творчества Ильи Самуиловича была связана с Якутией. Его отец Самуил Константинович был инженером-путейцем, строителем мостов. А мать Евгения Ильинична работала врачом. В 1919 году у них родился сын. Детство и юность Ильи прошли в Москве. В доме Гурвичей собиралась творческая интеллигенция, обсуждались новости литературной и театральной жизни. Дети с детства были приучены к творческим беседам и дискуссиям. Это во многом сформировало черты личности Ильи Гурвича и пробудило интерес к человеку и науке. В 1928 году в разгар травли и террора по отношению к старой технической интеллигенции Самуил Константинович Гурвич был привлечен НКВД по сфабрикованному делу и трагически погиб. Это страшное событие разрушило идиллический мир детства девятилетнего Ильи Гурвича и навсегда оставило горький след в его душе. В 1937 году, окончив с отличием среднюю школу, Илья поступил на исторический факультет Московского университета. Интерес к живой жизни, романтическая жажда поездок и впечатлений пробудили в нем интерес к этнографии. Уже с первого курса Илья Гурвич с увеличением занимался в этнографическом кружке профессора Марка Осиповича Косвина и на старших курсах сам становится руководителем этнографического кружка. В 1938 году Гурвич знакомится с Сергеем Александровичем Токаревым, работавшим в те годы научным сотрудником Центрального антирелигиозного музея. Под его руководством Гурвич прошел школу полевой этнографии, принял участие в экспедиции к черкесам-шапсугам и на Алтай, что навсегда определило интерес молодого ученого к живой этнографии и зародило уважение к этнографическому факту и конкретике. Не без влияния своего учителя Гурвич выбирает регионом своего исследования Северо-Восточную Сибирь. В 1941 году выпускник университета Илья Гурвич получает направление в Якутию в распоряжении Народного комиссариата просвещения республики. Он попадает в один из самых отдаленных и трудодоступных районов Заполярья – Оленекский, где работает учителем, а затем директором неполной средней школы в поселке Оленек. Преподает сразу три предмета – историю, географию и русский язык. Выступает перед населением с докладами и лекциями. Ведет большую работу по достройке и реорганизации Оленекской школы. Параллельно Илья Самуилович ведет систематический сбор полевого этнографического материала, в который вовлекает всю школу и поселок. В 1946 году Гурвич вернулся в Москву и поступает в аспирантуру Института этнографии Академии наук. Через три года он блестяще защищает кандидатскую диссертацию по теме «Оленекские и аннабарские якуты. Историко-этнографический очерк». Эта диссертация стала первым в истории Сибиреведения монографическим описанием северных якутов. По окончании аспирантуры Илья Самуилович в 1950 году возвращается в Якутию, где работает в Институте языка, литературы и истории якутского филиала Академии наук. После изучения биографии и анализа его основных трудов был составлен список экспедиций, в которых участвовал Гурвич. Это почти полвека тяжелейшей полевой работы, результатом которой стало более 280 опубликованных работ. Объектом изучения в процессе полевых этнографических исследований всегда бывает народная культура и быт. Полевая работа в этнографической экспедиции всегда очень разнообразна. В один и тот же день этнографу нередко приходится беседовать с местными жителями, фотографировать, описывать те или иные явления, обмерять и зарисовывать всевозможные предметы. Основные виды работ в поле – личные наблюдения исследователя. Участник экспедиции должен ввести дневник, куда записываются все полезные этнографические сведения, не зафиксированные в полевых записях или в других документах. Ценность таких заметок и наблюдений зависит от направленной наблюдательности работника экспедиции. Мало глядеть, надо видеть. А умение видеть зависит в первую очередь от объема знаний исследователя, от его опыта. Опрос населения. Работа с информаторами. Сбор материалов путем опроса информаторов из местного населения составляет важнейшую часть полевой работы этнографа. Успех работы по любой теме зависит от того, насколько полны и достоверны сведения, собранные во время бесед с местными жителями. По ряду тем данные опроса – почти единственный источник необходимой информации. Фиксация вещественных материалов. Это включает в себя описание предметов или явлений. При описании полезно придерживаться определенного порядка, определенной последовательности. Так, если описывается жилище, то начинают с описания устройства фундамента, затем стен, кровли, потом переходят к описанию деталей, дверей, окон и так далее. Последовательность и порядок каждый раз зависят от цели исследования и от характера изучаемых явлений. Графические приемы. Рисование, черчение, копирование. Рисование масштабное по координатной сетке позволяет графически изобразить устройства сложных орудий труда, показать принцип взаимодействия их частей и характера рабочих операций. На рисунках-схемах легко и удобно проставить наименование фиксируемого предмета и его частей. Рисование дает возможность более точно, чем цветная фотография, фиксировать цветовые соотношения узоров, росписей и орнаментов. Сбор этнографических коллекций. Никакие описания, фотографии или рисунок не в состоянии заменить собой саму вещь, предмет. Особенно важно собирать те предметы народной культуры, которые выходят или уже вышли из массового употребления. Этнографы и вообще все научные работники, изучающие народную культуру, обязаны собрать и сохранить в музеях все, что возможно, чтобы нашим потомкам не пришлось производить археологические раскопки для получения необходимых сведений о XX веке. Лишь к 1950 году сложились необходимые условия для подробного этнографического изучения всех аборигенных этнических сообществ региона, состояния их традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры, межэтнических связей, а также происходящих этнических процессов. Это стало возможно благодаря созданию в 1949 году якутского филиала Академии наук, в рамках которого действовал Институт языка, литературы и истории и проводившейся тогда политики коллективизации и поселкования, из-за которой аборигенное население северных районов Якутии было сгруппировано в достаточно локальные ареалы. Первую из этих экспедиций, Колымскую, рассмотрим подробно, чтобы увидеть, что стоит за выводами и заключениями исследователей. В состав экспедиции вошли кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Гурвич, перевозчик Слепцов, художник Гуляев, проводник Курилов и рабочий Жирков и Габайдулин. Исследования проходили в период с конца апреля по октябрь 1951 года в Нижнеколымском и Среднеколымском районах. Материалы экспедиции ценны по сей день, ведь полевые исследования являются самыми полезными в вопросе изучения этноса, так как их получают в ходе непосредственного наблюдения и изучения живой действительности. Маршрут экспедиции был составлен таким образом, чтобы провести сплошное обследование названных районов и изучить все этнические группы, охватить максимальное количество наслегов, колхозов и поселков. В этом плане показательна общая протяженность маршрутов. В Нижнеколымском районе она составила около 1600 километров, из которых 750 были преодолены на собаках, 450 на оленях, 150 на лошадях, 250 на лодках и катерах. В Среднеколымском 1470 километров. Это 720 километров на лошадях и 750 на лодках и катерах. Колымский ландшафт уникален тем, что эта территория является стыком нескольких культур. Эти районы заселяют разные народы – северные якуты, эвены, чукчи, юкагиры и русские старжилы. Межэтнические процессы между этими народами всегда привлекали исследователей. Предполагалось с помощью подсемейного опроса установить языковую и национальную преднадлежность респондентов, изучить материалы местных архивов, колхозные и похозяйственные списки, а также провести наблюдения за современной хозяйственно-бытовой практикой коренного населения. В ходе исследования Илья Самуилович зафиксировал в Нижнеколымском районе 314 чукчи, 29 юкагиров, более 370 эвенов, примерно 450 русских, старожилов и ассимилировавшихся с ними представителей других этносов, которые считали себя русскими. Кроме того, в колхозах Сутаня-Удеран, село Андрюшкино, и оленевод, село Тустахсен, было выявлено 135 якутов. Среднеколымский район по наблюдениям Гурвича оказался более однородным в этническом плане. Здесь проживало около 270 эвенов, а основной костяк населения составляли якуты. Одновременно с определением национальной принадлежности Гурвич выявлял язык, который употребляло местное население в быту, а также в школьной практике и общественной жизни исследуемых районов. В колхозах Турваургин, село Колымское, оленевод и Сутаня-Удеран, с Нижнеколымского района, было опрошено более 600 человек. Опрос включал сведения о количестве языков, которым владеет опрашиваемый, а также о том, какой из этих языков он считает родным. Исследования показали, что для коренных этносов района характерно многоязычие. Большинство чукчи, эвенов, юкагиров владело или хотя бы могло объясниться на трех-четырех языках – русский, чукотский, эвенский, юкагирский или якутский. При этом значительная часть населения родными языками назвали юкагирский и эвенский. Данный факт Гурвич связал с малочисленностью и большой подвижностью юкагиров и эвенов, делавших многоязычие, необходимые для налаживания коммуникации с соседями, обязательным элементом повседневной практики. Любопытными представляются полученные учеными сведения о том, что явление многоязычия на территории Колымского района получило широкое распространение сравнительно недавно, лишь в конце XIX века. В результате активации совместной хозяйственной деятельности и появления родственных связей. Например, 96-летний информатор Гурвича Юкагир Трифонов сообщал, что еще в годы его молодости юкагиры держались вместе и говорили только по-одульски. И лишь немногие из старейшин умели объясняться на языке соседей. А 71-летний Чукча Слепцов рассказал, что эвенским языком он владеет благодаря своей жене, эвенке, и общению с ее родственниками. Якутский язык изучил, общаясь с якутами, так как вывозил груз на оленях из Средниколымска. По-русски стал понимать, так как приходилось общаться с колымчанами, приезжавшими в их стойбище по торговым делам. Международным языком в Нижнеколымском районе являлся русский. На нем проводились собрания, велось делопроизводство и преподавание. На втором месте по популярности был чукотский язык, затем шел якутский. Якутский язык являлся ведущим в Среднеколымском, а также юго-западной части Нижнеколымского района, где население употребляло его в быту и в общественной жизни. Достаточно интересны наблюдения Гурвича за языком русских старожилов Нижнеколымского района. Ученый отметил значительное своеобразие их говора – сюсюканье, сладкоязычие, пристрасти к уменьшительным, ласкательным и уничижительным формам, а также обилие в словарном фонде древнерусских слов и заимствовании из языков соседних народов. Примечательно, что всего через 8 лет, побывавший в этих же местах во время Юкогирской комплексной экспедиции, Илья Самуилович установил уже стремительное разрушение и фактически полную утрату оригинальных старожильческих говоров, произошедших, по его мнению, в результате развития средств массовой информации и активного проникновения в район пришлого русскоязычного населения. Помимо самобытности речи русских старожилов, Гурвич в 1951 году выявил сохранность старинных хороводных песен, напевов, повествующих о различных исторических событиях XVIII-XIX веков, а также былин, которые не рассказывались, а пелись. Сами русские старожилы при этом резко отделяли себя от приезжих русских, называя тех русаками. На основе полученных во время экспедиции данных Гурвич определил ареал расселения и составил краткое описание истории хозяйственной деятельности Эвенов, Чукчи, Юкогиров и Якутов Нижнеколымского и Среднеколымского районов в конце 1920-х годов XX века. После коллективизации, по мнению ученого, еще более ускорились ассимиляционные процессы, которым значительно способствовало широкое распространение межнациональных браков. В результате Гурвич отметил значительное смешение коренных народов исследуемого ареала, их культуры и обычаев. Так было установлено, что юкогиры переняли эвенский тип жилища, покрой одежды и обуви, образ жизни, в то же время сохранив свой язык и даже распространив его среди эвенов. Среди якутов получил распространение заимствованная у русских хозяйственная утварь, русская и чукотская одежда. Восприняли мужскую одежду чукчей и эвены. У самих чукчей, наряду с сохранностью своей национальной одежды, а также традиционного жилища Яранге с пологом, наблюдалось отмирание ряда обычаев, например, добровольной смерти, отработки за женой и обмена женами. Одновременно в ходе исследований Гурвич выявил представителей некоторых из бывших юкогирских и эвенских родов, установил примерные территории их жизнедеятельности и входившие в них семьи. Наряду с этим участники экспедиции собрали коллекцию экспонатов, включавшую 78 предметов, словарики по языкам народов Колымы и большое количество фотографий, ценность которых будет только расти. После шести лет плодотворной работы в Институте языка, литературе и истории якутского филиала Академии наук, в 1956 году Гурвич вернулся в Москву в Институт этнографии Академии наук СССР. В этом институте в секторе по изучению социалистического строительства у малых народов Севера, переименованном впоследствии в сектор Крайнего Севера и Сибири, Илья Самуилович проработал 36 лет, до последних дней своей жизни. В результате проведенных исследований под руководством Ильи Самуиловича Гурвича был получен комплекс этнографических сведений о коренном населении арктических районов Якутии, их истории, расселении, хозяйственной деятельности, культуре, межэтнических связях и социолингвистической ситуации. Велика заслуга Гурвича и в развитии прикладной этнографии, в чем Илья Самуилович достойно продолжил добрые начинания Бориса Осиповича «Долгих». Возглавляя в течение многих лет Северную экспедицию и Института этнографии, Гурвич руководил работой многих полевых отрядов по исследованию социально-экономических условий жизни северных народов. Полевые интервью и документальные материалы, собираемые ежегодно в различных регионах Сибири, обобщались в специальных научных разработках, докладных записках, направляемых в директивные органы Совмин РСФСР, Госплан РСФСР, Центральный комитет КПСС и другие. Содержание докладных записок не ограничивалось констатацией фактов. Здесь глубоко анализировались случаи ущемления прав коренных северян, давались практические рекомендации по улучшению условий их жизни, поднимались многие актуальные для северных народов вопросы. Развитие традиционного хозяйства, обустройство тундры, подготовка национальных кадров, жилищное строительство, борьба с пьянством и алкоголизмом. Сектор Севера одним из первых выступил против непродуманной кампании огульного перевода оленеводов на оседлость, против упразднения так называемых «неперспективных селений». Активно боролся за возобновление преподавания северных языков. При непосредственном участии Ильи Самуиловича и его коллег были приняты многие правительственные постановления, направленные на поддержание традиционного хозяйства и культур народов Севера. Талантливому ученому, гуманитарию по уму и духу Гурвичу были присущи замечательные человеческие качества. Это был человек, выделявшийся мягкой, интеллигентной манерой общения. Отличительными чертами Ильи Самуиловича были обязательность, добросовестность, старомодная порядочность. Своим самоотверженным служением отечественной науки он по праву заслужил почетное место в ее истории. Ильи Самуиловича Ильи Самуиловича Ильи Самуиловича Субтитры создавал DimaTorzok